МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не лечат, а калечат. Как в республике борются с альтернативным алкоголем? Только вперед! Какие задачи поставил глава республики Канажскому району? Потолок ледяной, всюду и не ежители. Одного из домов поселка Кугеси мерзнут в своих квартирах. Настойка боярышника, чтобы не барахлило сердце. Настойка перца для густых и красивых волос. Все дешево и доступно. Только вот часть россиян нашла этим средством другое применение. Небольшие бутылочки с изначально целебной жидкостью в стране больше известны как фанфурики. То, что одни используют в качестве антисептика для наружного применения, другие не гнушаются употреблять внутрь в качестве горячительного. Следы применения вот таких средств не по назначению можно найти в нескольких метрах от аптеки. Основная причина популярности спиртовых настойок и антисептиков – цена. Обойдется бутылек всего в пару десятков рублей. То, что употребление такой продукции внутрь не лечит, а калечит, конечно, знают все. Однако официально, вне закона, так называемые фанфурики никто не объявлял. Соответственно, аптеки, которые продают их в любых количествах, ничего не нарушают. Конечно, есть те, кто завязал с продажей подобной продукции. К примеру, государственные аптеки. Однако пока это скорее исключение. Ну, то, что вы назвали фанфурики, это далеко не лекарственные препараты, может быть, потому что они не зарегистрированы как лекарственные, а относятся к категории биологически активных добавок. Наша аптечная сеть все-таки несет и социальную ответственность. Мы относимся к системе здравоохранения. Поэтому мы приняли решение их не реализовать через наши аптечные организации. Те спиртосодержащие средства, которые к лекарствам относятся и которые населению прописывают врачи, в данной аптечной сети все же продают. Только в объеме 25 мл, а не 100. И брать их в качестве выпивки попросту становится дорого. Ну а тем, кто привык в большом объеме покупать обеззараживающие средства, предложат аналоги. Для гигиенических целей, для дезинфекции рук у нас используются другие лекарственные средства. Изделия меднозначения. Те же самые салфетки, гели и спиртовые салфеточки имеются. Разные средства. Выбор очень большой. Кстати, судя по всему, найти дешевые спиртосодержащие настойки можно не только на прилавках аптек. По почте России тоже интересно. Почтальонные оказывают определенный сервис по доставке этих фанфуриков. Я сейчас тоже сказал, перед аудиторией тоже хочу сказать. Покупают где-то на базах по 8 рублей, продают за 25-30 рублей 100 грамм емкости. И по просьбе наших жителей деревень достают до дома. Это есть и в городе. На почте в свою очередь отметили ничем подобным, включая дешевые одеколоны, прочую парфюмерию, которую можно выпить уже два года, как не торгуют. Чувашский филиал Почты России – это единственная организация в республике, которая сразу откликнулась на обращение руководства республики, общественности, проявила свою гражданскую позицию и еще в 2012 году полностью прекратила реализацию товаров подобной группы. Я вот сейчас и хочу обратиться ко всем жителям республики. Если вы знаете о несанкционированных фактах, когда почтальоны, либо в отделениях почтовой связи занимаются продажами подобного рода товаров, немедленно нам об этом сообщать на телефон горячей линии 63-62-12 наш номер. Конечно, пить или не пить, каждый решает сам. Но пока немалая доля россиян выбирает пить, государству приходится реагировать разными способами. Например, ужесточением антиалкогольного законодательства. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. О необходимости строгого контроля за продажей спирта, содержащих жидкости, глава Чувашии говорил на заседании коллегии прокуратуры, которое прошло сегодня. Кроме этой темы, там обсудили итоги работы по укреплению законности и правопорядка в прошлом году. Прокурор Республики Владимир Метелин сообщил, что в Чувашии на 14% сократилось количество преступлений, увеличилась общая раскрываемость преступных действий. Прокуроры выявили 513 правонарушений, укрытых сотрудниками полиции. 543 полицейских были наказаны, из них 54 руководителя. В ходе правозащитной деятельности нами выявлено свыше 41 тысячи нарушений прав и свободных граждан. На незаконные правовые акты внесено 4 тысячи протестов, грузностным лицам внесено 8 тысяч представлений. Направлено в защиту прав граждан 11 тысяч исковых заявлений на сумму свыше 168 миллионов рублей. Возбуждено 14 уголовных дел, связанных с неправомерным использованием финансовых ресурсов в области ЖКХ. Общая сумма ущерба составила 68 миллионов рублей. Особое внимание – соблюдение трудового законодательства и выплате заработной платы. Задолженность снизилась в 10 раз, а стабилизировалась ситуация с безработицей и производственным травматизмом. Отметила работу прокуроров и глава Чувашии – тесные взаимодействия с блюстителями закона в области противодействия коррупции, законотворчества. Слова Михаила Игнатьева дает плоды. Как показывает вопрос общественного мнения, повышается уровень доверия населения к органам власти и правоохранительным органам. Жители республики дают высокую оценку нашим усилиям по противодействию коррупции. Люди видят, что правонарушители, несмотря на должности, привлекаются к ответственности. В ходе заседания коллеги также проанализированы недостатки и упущения в работе сотрудников прокуратуры в 2013 году. Проанализированы и пути их преодоления. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня в Чувашии открылся марафон именем детства во имя детства. Он проходит в республике уже 18 раз. И большая часть собранных средств идет на оплату дорогостоящего лечения и закупку реабилитационного оборудования. На что именно так необходимы деньги, оргкомитету марафона показали и рассказали в Республиканском центре реабилитации для детей-инвалидов. На учете в центре состоят более 2700 ребят с серьезными заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Курс реабилитации 21 день. Причем можно выбирать разные виды и пребывание в стационаре, в основном для тех, кто приезжает из районов республики, и дневное пребывание, и индивидуальную программу. Все услуги бесплатные. И это большое подспорье для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Есть такие препараты, которые в программу реабилитации не входят. Мы, получается, покупаем их за свои деньги. Есть такие приспособления, которые тоже в эту программу не входят. И все опять-таки приходится покупать. Хорошо, что в этом центре мы два раза в год имеем возможность получить вот эти аппаратуры. Там вот тренажер гросса здесь есть, есть вертикализаторы, есть вот эти воздушные сухие бассейны. Массаж можем. Если взять, например, по ценам, вызывать на дом массажистов, для этого ребенка не менее 500 рублей один сеанс. Чтобы ему сделать это, приходится где-то 15 сеансов не менее. Массаж нужно делать буквально каждые два месяца. Ну, желательно, через каждые два месяца буквально. Поэтому то, что мы истоходим, это очень хорошо. Костюм космонавтов, которым учатся ходить дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, стоит 36 тысяч рублей. Это приспособление очень эффективное и очень востребованное. А потому выходит из строя за 2-3 месяца. И хорошо бы иметь по два комплекта каждого размера для близнецов. Таких среди пациентов немало. Этот вопрос решили прямо на месте, в рабочем порядке. Вообще решено сделать этот центр образцово-показательным, чтобы он мог оказывать методическую помощь всем коллегам в России и даже за рубежом. На эту мысль члены форбкомитета натолкнули отзывы итальянской делегации, побывавшей здесь на днях. Они взахлеб рассказывали о этом центре, сказали, что ничего подобного они вообще в мире не видели. Но они объездили как бы все. В чем вопрос? Вопрос в том, что именно комплексное развитие здесь, вот именно для детей-инвалидов. Не только отдельные виды, которые есть, вот физических методов реабилитации. А здесь вот дальше мы посмотрим, то есть здесь и педагогическая, и социальная реабилитация, и медицинская, и физические методы в общем комплексе. Принять участие в этом благом деле, как и во многих других, может каждый. В этом году средства в копилку марафона именем детства во имя детства можно будет внести и при помощи СМС. Организаторы надеются, что круг меценатов детства расширится. И общими усилиями удастся помочь еще большему числу маленьких пациентов. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Не сбавлять темпы работы и двигаться только вперед, призвал глава республики актив Канажского района. Там накануне подвели итоги социально-экономического развития. Положительных результатов достигли во многих отраслях. На что местным властям посоветовали сделать акцент, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Несмотря на то, что Канажский район называют аграрным, большой рывок в муниципалитете сделала и промышленная отрасль. В прошлом году так называемый объем отгруженных продуктов превысил 120 миллионов рублей. Эти цифры огласили на совещание, а за час до этого глава республики побывал на новом литейном заводе. Предприятие уже заявило о себе. Пока здесь работает небольшой цех, но в будущем запустят и конвейер. Сначала Михаилу Игнатьеву показали, как на производстве делают заготовки. А помогает ли вам местная власть, поинтересовался глава региона. Руководители отметили, что найти понимание удается всегда. В будущем здесь намерены производить запасные детали для грузовых вагонов. Эта продукция в последнее время начала пользоваться большим спросом. Планы у инвесторов не менее глобальные. Здесь будет создано более 120 рабочих мест. Скоро в ЦХ завезут оборудование. Его запуск назначен на этот год. Производство планируется запустить в ноябре 2014 года, а то и летом частично. Если мы найдем таких инвесторов, промышленность у нас, конечно, будет развиваться. А вот агропромышленному комплексу инвесторов пока не хватает. В прошлом году в районе была построена только одна новая ферма. В сельхозорганизациях должны задуматься о модернизации своих производств, отметил глава региона. Необходимо увеличить в муниципалитете поголовье крупного рогатого скота. Руководитель аграрного ведомства посоветовал эту работу провести как можно быстрее. Есть и часть ферм пустующих, которые на предприятии имеются. Здесь, тем более при таких условиях, когда цена на молоко, она действительно высокая, и не воспользуется вот этим, я считаю, что неправильно. Оценил глава региона и как жителям района оказывают государственные и муниципальные услуги. Правда, в многофункциональном центре Михаила Игнатьева встретили сразу два директора. Одна руководит районом МФЦ, вторая – городским. Оба центра расположены под одной крышей, но финансируются их деятельности из разных источников. Глава республики отметил, что их работу возможно оптимизировать. Один директор должен быть, один бухгалтер. Все остальные должны за окнами сидеть, около окна обслуживать простых людей. Если финансирование будет напрямую, увидите. Я думаю, глава будет счастлива. Глава региона потребовал нести изменения постановления Кабинета министров. О Канажском МФЦ зашла речь на итоговом совещании. Его признали одним из самых лучших центров республики. Хорошая динамика развития наметилась и в районе. Но сохранить эту тенденцию возможно, только давая свет бизнес-проектам. Предприимчивый предприниматель, что он делает? Он создает свое предпринимательское дело, создает рабочие места и от уровня производительности труда оплачивает заработные платы. Вот в тех районах, где их не хватает, то нужно искать в других районах, их привлекать, создавать для них благоприятную среду. Медрик Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает открытое акционерное общество «Лента». На торжественном собрании в Театре оперы и балета собрались работники предприятий, ветераны производства и официальные лица. Более подробно о том, как поздравляли одно из старейших предприятий республики, смотрите в нашем выпуске в понедельник. Из-за морозов увеличилось количество коммунальных аварий в стране. Жители одного из домов по улице Советской в поселке Кугесе мерзнут в своих квартирах. Люди обращаются в самые разные инстанции, но теплее от этого в квартирах не становится. И такая ситуация каждую зиму. Как найти управу на управляющую компанию, жильцы дома уже не знают. Столбик термометра в квартире Зои Ефимовой замер на отметке 15 градусов. А в жилом здании напротив, даже в морозы, люди открывают форточки. Квартира угловая на первом этаже. Вот так в нескольких кофтах Зои Ефимова зимует не первый год. Чтобы не замерзнуть, включаешь обогреватели, газ включаешь, но все равно не поднимается, плюс 22, нет температуры. У соседей температура в квартире и того ниже, плюс 11. Говорят, холодно не во всем доме, а лишь в нескольких квартирах и на протяжении многих лет. В 1987 году переехали сюда, с тех пор тепло у нас слабо. А что, перерасчеты нет? Делали, но там мало, они дают перерасчеты. Тепло не идет, зато стабильно приходят квитанции. Платят по счетам и немаленьким. Жалобами жильцы опять обращаются в управляющую компанию. И после того, когда я обратилась в суд, частичные тут перемычки что-то меняли. Но такого конкретного изменения не произошло. Даже вот насос они там что-то поставили. Все равно в квартире тепла нет. С показаниями термометров в квартирах жильцов сотрудники управляющей компании не согласны. Утверждают, во время их замеров температура в помещениях выше. Хотя соглашаются, в любом случае она ниже положенных плюс 22. Однако претензии жильцов управляющей компанией не принимают, уверяя, что сделали все возможное. А холодно в доме, потому что он последний на участке теплотрассы от котельной. И именно эти две квартиры являются конечной точкой более того системы этого дома. Если наша котельная на 80-х годах постройки, и теплотрасса соответственно тоже тех же годов, то на сегодняшний день ставят вопрос о том, что необходимо произвести реконструкцию оборудования котельной и произвести полную замену теплотрасс. Это уже в компетенции Кугейтского сельского поселения и, естественно, поставщика тепла ООО «Теплосфера». В свою очередь поставщик тепла неоднократно уже обращался в органы власти по поводу выделения денежных средств на реконструкцию теплотрассы и котельной. Но сейчас вопрос, я так понимаю, решается вопрос финансирования. В ближайшее время на место собирается выехать госжилая инспекция, в которую обратились жильцы холодных квартир. Она даст свою оценку происходящему. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика. За все отвечает нотариус. Что это значит, объяснили сегодня. Чтобы купить, продать, подарить недвижимость, с 1 февраля не обязательно обращаться в Росреестр. Совершить сделку можно, удостоверив документы у нотариуса. Раньше право нотариуса подавать документы также было закреплено в нашем законе. Но сейчас четко регламентирована ответственность каждого органа. По материальной удостоверенной сделке мы не проводим. Росреестр не проводит правую экспертизу и не несет ответственность за законные сделки. При этом всю ответственность берет на себя нотариус. Госрегистрация по таким сделкам проходит в сокращенные сроки и занимает 5 рабочих дней. Сразу в Росреестр обращаться тоже никто не запрещает. Но регистрация в этом случае займет больше времени – 10 рабочих дней. Будет проведена правовая экспертиза документов. Гражданин, чтобы он мог иметь возможность прийти к нотариусу, заявить о своей воле и заявить свою просьбу, и нотариус должен уже обеспечить сбор той информации, которая необходима для проверки частоты сделки и законности сделки. И оформив эту сделку, передать в регистрирующий орган на регистрацию сделку, на регистрацию сделку, требующую регистрации и перехода прав уже к другому собственнику. И получив обратно документ о регистрации права, выдать, не направляя гражданина в регистрирующий орган, свидетельство о государственной регистрации права или же иной документ, подлежащий регистрации, уже в своей конторе. Нотариус не регистрирует право собственности, только проверяет документы для совершения сделки и нотариально удостоверяет ее. Госрегистрация права собственности осуществляется только Росреестром, независимо от того, куда первоначально обратился заявитель. То есть обращаться в Росреестр нужно обязательно. Только кто это будет делать, нотариус или заявитель сам, все зависит от желания владельца недвижимости. В республике всего 50 нотариусов, 17 из них ведут свою деятельность в Чубоксарах, четверо в Новочубоксарске. Нотариат к наплыву людей подготовлен, подчеркнула президент нотариальной палаты. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в мировом суде вышли и огласили приговор вожатому лагеря «Золотой колос». Напомню, что в июне в сети появилось видео, на котором вожатые лагеря издеваются над своими подопечными. Скандал приобрел всероссийский масштаб. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Более подробно в программе «Республика» в понедельник. Сегодня прошел первый в этом году общественный совет при главе города Чубоксары. Глава города подвел итоги ушедшего года, а члены совета наметили план работы на будущее. 2013 год, по словам Леонида Черкесова, для города был успешным. Чубоксары заняли второе место во всероссийском конкурсе на звание самого благоустроенного города. Земляки, которые живут за пределами, они тоже хотят, чтобы действительно город Чубоксары был самым узнаваемым, самым благоустроенным, самым комфортным для проживания. Это хорошо, что интернет-голосование «Всероссия» узнало, что действительно Чубоксары с другими миллионными городами здесь лидировали. Символично, что в год 400-летия царской династии Романовых по инициативе и поддержке главы города были организованы раскопки предполагаемого захоронения прабабушки первого русского царя Марии Шестовой. Это исторически значимое событие для истории всей страны. В столице Чувашии в 2013 году удалось значительно сократить очереди в детские сады и увеличить строительство жилья. Чубоксары – лидеры в республике по обеспеченности детскими садами. Школы-столицы вошли в число 500 лучших учреждений образования в стране. С особой гордостью глава города говорил о спортивных событиях в Чубоксарах. Провели самую массовую зарядку, установили рекорд Книги Гиннесса. По улицам города прошла эстафета Олимпийского огня. Встречая Олимпийский огонь, город Чубоксары подготовился в плане развития физической культуры и спорта и поглоустройства города. На заседание общественного совета выбрали и его председателя. Единогласно им стал Анатолий Игумнов. Он обещал помочь навести порядок в сфере ЖКХ, разобраться с управляющими компаниями. Их должно быть меньше и необходимо ввести лицензирование таких организаций, подчеркнул избранный председатель. Члены общественного совета высказались по поводу организации работы в 2014 году. Так, следующую встречу они запланировали провести на базе одного из предприятий. Так, на месте можно обсудить проблемы экономики, а также подумать, как поднять престиж рабочих и инженерных профессий. Также на будущее было предложено подумать о восстановлении речных перевозок в летний период. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Жаркие премии и бурные дебаты. Вокруг грамматики чувашского языка бушуют настоящие шекспировские страсти. По вопросам обновления правил языка, титульные нации республики организовали круглый стол. Мнение языковедов, литераторов и ученых выслушала наша съемочная группа. Попытки создания чувашской письменности были еще в 60-е и 70-е годы XIX века. И основаны они были на русской графике. В свою очередь Иван Яковлев разработал свои правила. И яковлевский вариант письма оказался жизнеспособным. Именно на нем строится современный чувашский кириллический алфавит. В первой половине XX века в чувашском алфавите произошли значительные изменения. Чувашская орфография и орфоэпия сблизилась с русской. В современной чувашской письменности параллельно существуют две системы письма. Чувашская и русская. Каждая из которых подчиняется своим грамматическим правилам. Чувашская система используется в написании собственно чувашских слов. Русская для заимствованных слов. Критика чувашского алфавита на русской графике имеет столетнюю историю. Сейчас некоторые ученые все чаще высказываются, что алфавит нужно пополнить новыми буквами или заменить существующие. К примеру, брать звонкие согласные. Правда, не все это мнение разделяют. От того, что интернациональные слова, еще русские слова у нас есть, поэтому эти буквы, они должны в алфавите, чувашском алфавите, мне кажется, нужно их оставить. И еще что, так как чувашский язык очень мягкий, их этих слов не было, свои вот эти мягкие согласные в С, они смягчают язык. И эти буквы тоже, они обязаны остаться, мне кажется. Для меня это, это, конечно, мое мнение. За круглым столом говорили о том, что многие из предложенных нововведений только усложнят овладение навыками письма. Напомним, в школах Чувашии все дети изучают чувашский язык. В сельских школах как родной, в городских как второй. Тем не менее, как показывает практика, сегодняшняя ситуация по обучению детей чувашскому языку в городских школах пока еще мало способствует формированию и развитию русско-чувашского двуязычия. Галина Титарчук, Светлана Аликимова, Евгений Анисимов, Республика. Нужно ли вернуть практику обязательного распределения выпускников вузов, также обсуждали за круглым столом. Еще осенью 2013 года в Госдуму внесли законопроект с предложением возобновить подобную практику. Таким вот способом планируется решить вопрос о острой нехватке специалистов в российской глубинке. Студенты, представители учебных заведений и работодатели обсуждали, насколько необходимо целевое распределение выпускников вузов. Заранее провели опрос среди студентов. 806 человек ответили на два основных вопроса. Как вы относитесь к введению обязательного распределения выпускников вузов и готовы ли вы сами трудоустроиться по данной программе? Большинство студентов положительно относятся к программе распределения выпускников. Однако трудоустроиться готовы далеко не все. Выпускники предпочитают выбирать свое будущее самостоятельно. Помогут ли изменения справиться с нехваткой специалистов? Каковы преимущества и недостатки данной системы? Обсуждение переросло в бурную дискуссию. Собравшись, решили, что оба варианта имеют право на существование. А все точки над «и» расставят закон, который Госдуме предстоит рассмотреть и принять. В понедельник, 3 февраля в 16.15 на Национальном радио Чувашия в эфир видит программа «Социальный вопрос». Выпуск будет посвящен экологической катастрофе прошлого века. Аварии на разъезде Мыслет Шумерлинского района. Тогда вытекшие из поврежденных вагонов фенол и дизельное топливо загрязнили почву на Большой площади. Автор программы Мария Толстова в прямом эфире задаст вопрос об ущербе катастрофы и ликвидации последствий. Первому заместителю министра природных ресурсов и экологии Чувашской республики Евгению Юшину. На этом я с вами прощаюсь. Впереди вас ждет коммерческая информация. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok